Дефицит кадров возник в педиатрической службе Казахстана. Во многом на это повлияли последние решения чиновников от здравоохранения. Несколько лет назад они заявили о переходе на новую модель. Детских врачей отменили. Часть участков стали обслуживать врачи общей практики. Теперь в профильном министерстве думают, как восполнить пробел, когда вернутся педиатры. Узнавала Алия Алмухамбетова. Людмила Кравцова хранит дома медицинскую карточку шестилетней дочери. Алиса болеет в месяц несколько раз. А Людмила ожидает пополнения, поэтому для нее важно, кто будет лечить ее детей. Педиатр или врач общей практики? Врач общей практики он принимает и через одного, и взрослого, и ребенка. Поэтому большая очередь. И в достаточных поликлиниках мы проводим большое количество времени. И они стараются быстрее и быстрее. И меньше времени не уделяют детям. Три года назад, после долгих споров о том, нужны ли педиатры в казахстанских медвузах, сократили набор детских врачей. А действующих переобучили на специалистов широкого профиля. Таким образом, численность детских докторов снизилась почти втрое. И это при том, что около 30% всего населения несовершеннолетние. Но в январе в Минздраве передумали и стали возвращать педиатры в поликлиники. А пока их нет, детей до 5 лет будут обслуживать помощники семейных врачей. По нашим расчетам на нашу область, учитывая три города, Экибастуз, Аксу и Павлодар, у нас потребность составляет 14 педиатров-консультантов. То есть расчет идет, что один консультант должен консультировать где-то 5 тысяч детей. На возвращение детских врачей для всего Казахстана, включая обучение и инфраструктуру, потребуется порядка 700 миллионов тенге. Министерство здравоохранения сокращение педиатрической службы ошибкой не назвали. Возвращают просто потому, что надо восполнить дефицит. Более того, новые реформы на этом не закончились. Так, министр здравоохранения предлагает врачам вскладчину снимать квартиры, чтобы ввести в них прием пациентов.